Привет всем любителям физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы Реальный спорт Ульянск. Это проект Олимпийского совета и я его ведущий Михаил Рассашанский. Сегодня мы с вами поиграем в футбол, хоккей, баскетбол, а также побываем на первенстве Приворского федерального округа по греко-римской борьбе. И все это сделаем в компании с министром физической культуры и спорта Ульяновской области Рамелем Егоровым. Здравствуйте, Рамиль Евгеньевич! Здравствуйте, Михаил! Зима практически закончилась уже, тем не менее, она не спешит уходить, снег иногда идет. Чем могут похвастаться спортсмены зимних видов спорта Ульяновской области? В этом году на радость нам, на радость области есть хорошие успехи выступления биатлонистов на первенстве России, выступления Романа Сурнева на чемпионате России, есть небольшие на успехи у лыжников на всероссийских соревнованиях. Но надо понимать, что, например, представители биатлона и лыжного спорта это все равно юноши-юниоры. Пока, к сожалению, к взрослым командам сборных России у нас только Роман Сурнев, если брать, претендует на это место. Хочется, конечно, чтобы мы уже боролись за место и в основных командах взрослых, но будем стараться. А порадовала очень Анна Батманова Димитровграда своим выступлением в конце сезона на первенстве России, поэтому будем стараться также развивать. Одними из последних свой сезон завершили хоккеисты, которые играют в шайбу. И давайте подойдем итоги вместе с ними. На арене ледового дворца «Лидер» жаркие хоккейные баталии. При этом на трибунах хоть и не аншлаг, но преданных болельщиков предостаточно. Крылья! 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 Это группа поддержки команды «Крылья», которая на российской арене представляет Ульяновский институт гражданской авиации. На протяжении шести лет это флагман студенческого хоккея региона. Спасибо руководству института, что они содержат эту команду, дают возможность ребятам проявить себя не только в области профессиональных авиационных знаний, но и в спорте. В начале своего пути авиаторы были сильнейшей командой региона. В институт со всей страны приезжали учиться бывшие хоккеисты. Их под свое крыло и брали крылья. Но в последние годы, отмечая в тренингском штабе клуба, наступил кадровый голод. Из 58 человек на просмотр, которые поступили сюда, пришли только трое в команду, а ушло 8. В первые за несколько лет областной федерации удалось провести в Ульяновске зональный турнир переносно-студенческой хоккейной лиги по Волжье. Домашний турнир «Крылья» начали лихо, обыграв казанских коллег-авиаторов. Но потом с крупным счетом уступили сборной студентов «Мариэл». В первом матче мы хорошо оборонялись и играли в активный хоккей. В втором матче мы начали играть в откаты. И это привело, наверное, к проигрышу. В итоге две путевки в финал переносно-студенческой хоккейной лиги. В этом году подключается другой институт у нас, педагогический. Уже ведутся переговоры о создании команды студенческой лиги. Также с УЛГУ ведутся переговоры. Я надеюсь, что в следующий сезон мы уже начнем, может быть, не участвовать, но подготавливать команду для участия в студенческой хоккейной лиге. И все же напоследок зонального турнира «СХЛ» «Крылья» порадовали своих поклонников, обыграв команду «Лидер». Ветераны ульяновского хоккея выступали в турнире вместо ранее заявленных, но не приехавших ульянов студентов из Чебоксар. Полтора десятка шайб побывали в воротах обеих команд. А лучшим игроком поединка признали Леонида Дудкина, студента УИГА. Рамиль Евгеньевич, непростые времена сейчас переживает российский спорт. И вот министр отрасли Олег Матыцын предлагает новые формы международного сотрудничества. А как вы видите развитие связи наших спортсменов с коллегами из других стран? У нас сейчас перечердные задачи – это проведение мероприятий с Белоруссией. И мы планируем в мае-июне месяце уже провести первые соревнования. Мы их назовем фестивалем единоборств, играми единоборств, идеи дружественных стран или государств. Будем приглашать другие страны. Возьмем, например, дворец «Волга-спорт-арена», проведем 6-7 видов единоборств. Коллеги с федерацией уже в курсе. На ближайшее время мы соберем оргкомитет и будем готовиться полномерно к проведению этих крупных соревнований. А как, кстати, обстоят дела с центром единоборств? Значит, у нас определён на торгах победитель конкурса. Значит, он уже в ближайшие, наверное, две недели приступает к реконструкции объекта. Срок сдачи у нас по требованиям федерального проекта «Спорт нормы жизни» – это 2023 год. Ну а пока строится центр единоборств, борцы соревновываются. Не поверите, в лихоатлетическом манеже «Спартак». 14-летний ульяновец Егор Восьяров в греко-римской борьбе подаёт большие надежды. Воспитанник тренера Ильнара Ракипова в прошлом году выиграл первенство по «Волжье». Нынешней весной на домашнем ковре повторил свой успех, победив весовой категории до 41 килограмма. Я занимаюсь борьбой уже седьмой год. Борьба для меня как образ жизни. Я занимаюсь шесть раз в неделю. И второй раз уже удалось выиграть соревнования такого уровня. Было тяжело, но тренер давал мне наставление на каждую схватку, и всё получилось. Почти 400 борцов не старше 16 лет из 13 регионов по «Волжье» вышли на спортивный ковёр, который постелили в лихоатлетическом манеже «Спартак». Они разыграли 15 комплетов наград. Право провести этот турнир Ульяновск выиграл впервые за 10 лет. Главным конкурентом была Мордовия, которая славится своими борцовскими традициями. Это даёт толчок для развития спортивной борьбы на территории Ульяновской области. И у нас есть возможность всех ребят обстрелять, как говорится, на данном мероприятии. Самым почётным гостем турнира стал олимпийский чемпион Ульяновс Виталий Константинов. Вне проведения соревнований он отметил своё 73-летие. Прославный спортсмен много общался с борцами-единомышленниками и делился секретами здорового образа жизни. «Кушать надо меньше. И не всё подряд. И нормально всё будет. Ну, зарядку не делаю. Ну, а так, тренировки, типа тренировки, прогулки в основном, велосипед, лыжи – это моё хобби». Под бдительным оком Константинова ульянские борцы завоевали 8 наград. Кроме Восьярова победу на домашнем турнире одержали Султан Гумеров и Бенил Кирюхин. На счету имена Гурбанова и Кирилла Дудкина – серебро. У Салмана Мамедова, Данила Ясницкого и Данила Малькова – бронза. Ранил Евгеньевич, с центром единоборств всё понятно. А вот планируется что-то в нашем регионе, нечто подобное для игровиков? Есть договорённость о том, что мы готовы к строительству центра игровых видов спорта. Это действительно уже десятками лет вопрос, который стоит остро, и он нужен. Он нужен нам, поэтому земля у нас есть уже под Министерством спорта, зарезервированная. Поэтому будем ждать федеральное финансирование для того, чтобы мы начали строительство, и чтобы с двумя игровыми аренами, с трибунами получить такой хороший центр, где разместятся абсолютно все представители игровых видов спорта. А на минувшей неделе наш регион впервые принимал финал привожского федерального округа проекта «Локобаскет». Кому же удалось выйти в суперфинал? Далее в реальном спорте. Директор Садовска средней школы Новоспасского района Сергей Нуждин на трибунах ульяновского фокус-форит. Он старается не пропустить ни одного момента баскетбольного матча между командами школьниц Удмуртии и Нижнего Новгорода. Это финальный поединок первенства привожского федерального округа проекта «Локобаскет». Мы смотрим тактические действия, как работает с командами тот или иной тренер. То есть здесь целый багаж каких-то методик. Можно посмотреть, как девочки в таком возрасте уже владеют техническими и тактическими навыками. Состязание проекта «Локобаскет», где собрались сильнейшие команды ПФО, проходит в Ульяновске впервые. На нем разыгрывает путевки на сроссийский суперфинал, который пройдет позже в Краснодаре. При этом для региона в целом соревнования юных баскетболистов окружного и даже всероссийского уровня уже не в диковинку. Отличие в том, что турнир под эгидой железных дорог предъявляет свои возрастные требования. «Локобаскет» занимает возрастную группу от ребят седьмого класса, начиная, заканчивая девятым. Для многих детей, тем более, когда понизили возрастную рамку до седьмого класса, это реальный шанс проявить себя. Тем временем на площадке события развиваются стремительным образом. Девушки из Нижегородской области сдержали стартовый натиск соперниц из Удмуртии и потихоньку ушли в отрыв. К финальной серии он составил 15 чемпионских очков, а один из ведущих игроков команды, Софья Гаядукова, вдобавок выиграла конкурс бросков. Индивидуальное состязание для самых метких и хладнокровных. «Мы всегда играем на победу, выкладываемся на полную. Мы хотим победить всегда. Конечно, это трудно. Для меня турнир – это опыт, чтобы выйти на новый уровень». Подобной точностью в индивидуальном конкурсе отметился и ульяновец Максим Антонов. Правда, в командных состязаниях хозяева площадки не преуспели и юноши, и девушки Ульяновска на четвертом месте. В суперфинал проекта «Локобаскет» они не попали. Но как аванс звание лучшего центрового турнира для Алсу из Хаковой. Возможно, в следующий раз вместе со своим подругами по команде они выступят более удачно. Этим летом Ульяновск принят с Российского универсиаду. Все ли у нас готово для того, чтобы провести такое масштабное мероприятие? По оценке экспертов и конкурсной комиссии Минспорта России, мы отправляли заявки наших объектов, наших мест размещения. Комиссия все устроила, поэтому нам дают на проведение шести финалов по видам спорта и плюс церемонии открытия и закрытия. То есть самые такие торжественные вещи. Они для нас важны. Значит, у нас в апреле месяце, в второй плане апреля приезжает комиссия Минспорта России, также дополнительно обещает объекты. Мы устраняем какие-то мелкие недочеты, если они есть, и готовимся полномерно к июлю. Даты точно утверждены у нас в пятницу. Это 3-й, 15-й июля 2022 года. Мы приглашаем сюда Белоруссию для участия в наших соревнованиях и дружеские страны Российской Федерации. Поэтому соревнования, скорее всего, у нас примут уже статус международных. Для нас это очень почетно. Мы все с вами к этому стремились. Мы это получили. Поэтому будем готовиться. В программе университета будет 6 видов спорта. По каким таким заслугам эти виды спорта попали в программу? Многие из этих видов спорта, они, во-первых, традиционно, исторически, они наши. То есть ульяновские, развиваются там. Если борьба, там, наверное, лет 80, там Тэквондо у нас очень активный руководитель федерации, который занимает пост на международной арене. Поэтому эти виды спорта определены комиссией, предложены нами. И, соответственно, мы их получили. Поэтому будем встречать. Жаль, что в программе университета нет футбола, потому что наша «Волга» сейчас на коне. В первом, после зимней паузы матча чемпиата России, она обыграла дома Челябинск и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Защитник «Волга» Илья Максименков – главный ньюсмейкер волжан рестарта чемпионата страны. Именно он забил победный гол Челябинску. А в обороне не позволил гостям распечатать ворота Семена Морозова. Ульяновская команда – лидер группы 4. И у нее одна из лучших оборонительных линий во всем втором дивизионе. У нас высококлассные игроки, слаженная оборона. Мы уже не первый год, считаю, вместе буквально. Все позиции знакомы нам. Поэтому нет проблем. Все друг друга знаем. Поэтому такой успех в этом. Главный тренер «Волги» Ринат Аитов говорит, что с нынешней командой ему работать очень интересно. Поэтому на тренировках много необычных упражнений. И они редко повторяются. Сам наставник всегда рядом с подопечными. Иногда создается впечатление, что Аитов вот-вот готов включиться в игру. А сюда и уже подстройка, подстройка, ребят. При этом в руках Аитова всегда исписанная фломастером планшетка. В непонятных, на первый взгляд, схемах, видимо, краткий конспект очередной тренировки. Ну, мы в любом случае акцентируем тренировки у нас больше технического элемента. Взаимодействие как на флангах, так и в центральной зоне. Создаем компактность. Ну и надежность в обороне. Ну и самое главное – это надежность в обороне. Первую игру нынешнего апреля с Челябинском один из лучших нападающих команды, Алексей Каштанов, пропустил. Перебор карточек тому причина. Теперь к предстоящим поединкам он готовится наравне со всеми. В строю и главный организатор волжских атак – Азнаур Гирюгов. Опасения травмы колена, к счастью, оказались напрасными. Появление этих футболистов в стартовом составе в гостевом матче против Пермской звезды достаточно предсказуемо. Я думаю, у нас не только в Перми будет матч сложный, у нас все оставшиеся 8 игр будут сложные, потому что все команды будут настраиваться у нас по-другому. Семь очков – отрыв «Волги» от ближайшего преследователя в турнирной таблице. Одни футбольные аналитики считают, что много, другие – мало. Не растерять его – значит выйти в ФНЛ. До заветной цели, говорят в Лианском клубе, 8 матчей – 8 шагов. Рамиль Евгеньевич, а вот вы не задумывались над тем, чтобы сделать нашу «Волгу» поистине народной командой, ну по принципу, например, акционированного общества? Вот я бы несколько акций клуба купил бы с большим удовольствием. Я считаю, что «Волга» – она национальная команда, потому что последний матч, если вы были, видели, сколько количества людей пришло поддержать, все соскучились по команде, по игре. И хорошо, что «Волга» нас радует. И 17 апреля повторно приглашаем. Это самый важный матч с Новосибирском, это самый главный конкурент. Примеров таких акций, если честно, я вот не знаю по Российской Федерации. И точно уж там ломать систему футбольной «Волги» мы не будем. У нас сейчас хороший идет план. Там порядка 70% – это бюджетное финансирование, и порядка 30% – это внебюджетные источники, это партнеры, спонсоры клуба. И с каждым годом процент внебюджетных источников увеличивается. Если есть такое желание, то, я считаю, если собрать какое-то количество людей-единомышленников и создать новый клуб, такой народный, то, может быть, получится. Но ломать систему «Волги» я считаю сейчас неправильно. Ребята на хорошем ходу, и менеджмент выстраивает там сейчас правильную политику. Ну что ж, о том, как волжане сыграть следующий матч с «Пернской звездой» мы узнаем через неделю, когда выйдет очередной выпуск нашего проекта. Ну а сегодня с нами был в гостях реальный министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, а с вами был реальный спорт Ульяновск. До свидания. До свидания, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова